Продолжаем наш репортер. Сейчас у нас с тобой будет зритель, если досмотрел пустые баночки, то это у нас уход будет, видишь, баррикада. Она как бы такая, ну, фокус на меня, если я сейчас фокус переставлю, то, наверное, будет, то я размытая. Да, наверное, отражается в моем лбе эта лампа, которая стоит криво слегка, как я поняла, еще на пустых баночках, но мне не с руки еще пока было встать, потому что потом вот еще обзор моего парфюма и обзор этой пакета со жратлой, которую съесть или выкинуть. В общем, сейчас у нас с тобой будет уход на апрель сего года. Ой, я этот день так и не убрала, ну ладно, хрен, с ним быть будет. Я вчера умудрилась забыть поесть и помирать в очередной раз, и в результате чего я вот умудрилась ошпарить паром, когда я снимала крышку, чтобы проверить, готова ли моя курица в микроволновке, вот эти два пальчика. Я думала, я нафиг это, откинусь от боли. Но Кайла Дживан меня спас. Так вот, вот это вот, оно каждый месяц у меня есть, я, правда, не всегда вспоминаю его показать. Каждый раз разная баночка бывает, тут большая баночка. Кайла Дживан можно купить на зону, можно на Вайберс. Можно посмотреть отдельный ролик на Кайла Дживан, есть плейлист на канале Моя Индия, там всего два видео, вот один этому посвящен. Ну, универсальная штука, короче, он за 7 применений меня спас, эти мои руки, в смысле пальцы. Я даже ими сегодня нормально функционирую, у меня опухоль спала, краснота ушла, боль прошла, все ништяк. Можно еще пару раз помазать, и вот вообще все ништяк. Так, у меня тут два мылка, это мне мамина подруга дарила на Новый год, одной уделалась, а эти два еще даже не открылись. А я, наверное, какой-то из них, а может оба в итоге буду использовать как мылки. Ну, мыл для рук. У меня, можно сказать, что новый тоник в уходе, ну, как бы он два месяца не был тоником. Не надо моей мылки коммуниздить, кошка тут и коммуниздит. Короче, лавлисенсия, на него оставляла отдых на рекоммент. К нам пришла кошка. Ой-ой-ой. Короче, лавлисенс, гиалуроновый тоник для лица, увлажняющий для всех, кто похож на основе очищенной воды. По-моему, к нам снова сейчас придет кошка. Очень хороший тоник, я не буду по нему долго проходиться, просто оставлю ссылку в закрепленном комментарии и в инфобоксе, если хотите, прочитайте. Не надо тут прыгать, блин, тут баррикада. Жук. Так, по-моему, этому счастью я тоже оставляла отзыв на рекоммент. Это патчи для глаз, по-моему, они китайские. Такие, вы знаете, ватный диск взяли, разрезали, там, серединку вырезали, и вот получились вот такие патчи. Они тонюсенькие, это мне подарок на Новый год от подписчицы Катюши. Очень классная штука, можно найти на Вайберис. В общем, на них я ссылочку тоже оставлю. На Кайлаш, кстати, я тоже писала отзыв на Арики. Вот тут у меня вот слева то, что написано, а справа, наверное, всё остальное. Вот этот крем у меня будет как крем для рук. На самом деле, то, что у меня было в пустых баночках прошлого месяца, оно ещё чуть-чуть осталось и лежит на кухне. Ой, блин, кошка, уж лучше тут сиди. Это либредерм, церофалит, крем-эмолент, успокаивающий при зуде от сухости. Наносить на влажную кожу рук. Вот я снова его использую, именно как на влажную кожу рук, потому что у меня что-то опять она такая вот. Можно, конечно, бы увлажнить. Иногда я его использую не на влажную кожу рук. На него я тоже оставляла отзыв. И ссылочку я тоже на него скину. А, да, раз уж пошла такая пьянка. На эту счастье я тоже оставляла отзыв. Это было в пустых баночках. Две штуки я использовала, три ещё осталось. Это маски BioAqua, маски-тряпочки. Мне они очень понравились. Я покупала на Озон. Несколько наборов себе и родне в подарки, на там всякие разные праздники. Но вот пользовалась в марте и думаю пользоваться ими в апреле. На этот кремик я никак не напишу отзыв, но черновик у меня ещё жив. Потом, если что, сделаю репост в Телегу. Если кто не подписан на Телегу, не надо тут ничего кому не издеть. То ссылочка есть в инфобоксе. Это Image или Image, фиг знает. Короче, китайская фирма. Мне он попался в подарок за заказ мой единственный в 2 патчах год назад. Очень хороший крем. У него ролики вот здесь. Очень удобно. Круто охлаждающий такой эффект. Вот сегодня утром я его применяла после сыворотки и тоника. Ну, сыворотку, правда, найти места я не наносила, но после тоника я его не наносила. Увлажняющий кремик хороший. Китайский. Ой, у меня тут планшет лежит. Я просто его побоялась, что кое-кто на него прыгнет. И всё у нас тут отвалится к чертям собачьим. Так, у меня тут куча всяких кремиков, но не все, которые я хотела бы доделать, но никак не получается. Это у меня зелёная Барби или фиг знает кто. Французский крем от французской подписчицы Леночки. Тут немножко есть, я его всё регулярно пользовала, а потом уже как придётся. Он что-то такой дофига экономичный, очень классный, увлажняющий. Тут всё лишь 30 мл. Я хотела на него отзыв на Арики написать, но я, во-первых, поняла, что его в России не купить. Во-вторых, не нашла там вообще этого бренда. Не уверена, как этот бренд вообще в реале называется. Ну и забила. Думаю, ладно, хрен с ним. Просто, может быть, я ему в инсте вроде оду превозносила. У меня в этом месяце пользовалась, и в следующей тоже будет. Это Ботавика с успокаивающей маской, крем-маской для чувствительной кожи, базилик или манграсс. Я на неё тоже оставляла отзыв на Арики. У меня, наверное, будет список отзывов на Арик. Хорошая маска, её надо смывать. Так, вот этот кремик, я тоже хотела на него оставить отзыв, но я поняла, что это был набор изначально. И надо было бы писать на набор, но у меня уже всё, что осталось, только этот кремик. Это от подписчицы Светы, корейская фирма Mary Kit. Хороший кремик такой, нежный. Напоминает сыворотку от Велении. Ну, сыворотка Велении у меня сейчас стоит в запасиках. Вот его я, может быть, доделаю, надеюсь. У меня тут бальзамчик для губ, LB Silk с маслом этого самого, блин, как звать-то его. Жасмина, на него я тоже оставляла отзыв. Сейчас на мне, конечно, помада от Avon, по-моему, от кого-то из вас, я не помню, кто-то делал её. Может быть, Лёлечка, может, тот другой. Не надо камни кому-нибудь, ну, я не знаю, может, ты камень сможешь скоммунизить. Насчёт играния проснулась я сегодня у кошки. Короче, хороший такой бальзамчик. Я на Avon его покупала, на него тоже есть отзыв на Ari Comment. Да, если бы кто-то ещё не в курсе, я с апреля прошлого года снова забновила написание отзывов на Ari. Это молочко для снятия макияжа, номер 42, от не надо кому-нибудь унизить мой телефон, и это всё. Как его там, от ProBioderm Bugs Draft. Я решила его уделать до конца, потому что его мало. Его надо было уже уделать, это для снятия макияжа. Там у меня была такая мицеллярка литровая, ещё там сливки, ещё что-то было. Ну, короче, ещё какая-то мицеллярка. Буду уделывать его, потому что я, в принципе, в основном в этом месяце пользовалась им. Так, на это я ещё не оставляла отзыв, хотя в черновиках он лежит. Это очень классный крем для сухой кожи. Вот моей, вообще он для сухой нормальной кожи. Увлажняющий крем для лица день-ноть, дзен. Мы всё-таки скоммуниздили кавень из-за того самого, блин, какого там... Камина, биокамина. Короче, тоже белорусская косметика, очень классная штука. В пустых баночках был тоник. Я даже сейчас покажу, с повода стану этот тоник. Я не помню, пенка, по-моему, отвратная, которой я отзыв разгромный в Инсте посвятила, была в пустых баночках, но она закончилась в этом месяце. В пустых баночках февраля закончилась в этом месяце. Я просто не помню. Если не была в пустых баночках, то я, может, отдельно ещё напишу такой этот разгромный. Вот как крем, точнее, как жидкое мыло я использовала, обалденное. Как пенка для умывания от Израиля. Но у меня в черновиках, я собираюсь на днях написать отзыв, тоже потом в Терегу рыпасну. Короче, очень хороший крем день-ночь. Если вот холодная и сухая кожа, очень хорошо помогает. Но вот когда чуть потеплее, его уже ощущаешь на коже, на лето он не подойдёт. Он тяжеловат и очень экономичный. У меня тут, я периодически им пользовалась, иногда руки увлажняла, иногда лицо протирала. Я самая освежающая алоэ гель для лица и тела, интенсивное увлажнение. У меня самый дешёвый гель алоэ, который я что-то меньше, чем за 100 рублей купила на Озон. И на него тоже есть отзыв на этом самом, на Айрике. Вот это сыворотка, гетокс, профессионал с витамином С, с серумом и бла-бла-бла. С такой интересной, прикольной пипеткой. Блин, я каждый раз её так раскручиваю, хотя вроде не сильно так закручиваю, но такое ощущение, что, блин, прям, я не знаю, видно, не видно. У неё такая искривлённая пипеточка, немножко очень удобно носить. Она как водичка, напоминает по консистенции сыворотку Лалиф, подобную с гиалуронкой увлажняющую. Очень хорошо питает, можно нанести, ну, после умывания пенкой я наношу тоник, а потом её. Я ей сейчас, как бы, пользуюсь вечером, а утром другой сывороткой, но она у меня пока будет, наверное, ждать, когда другая сыворотка закончится, либо буду чередовать, но на апрель она уйдёт, может быть, будет пустый баночок, тут не очень много осталось. Так, на неё не писала, вот, на Айрику. На это, и счастье, я потом напишу отзыв на Айрику. Это вообще ода, ода страстной любви, ёшкин кот. Это Либродерм сыворотка Сэрум Гиалур Б5 с гиалуроновой кислотой. Очень классная. Вот я наношу её утром, а эту вечером, ну, вот со вчерашнего вечера я наношу её и вечером. Тут 40 мл, но флакончик был на 1,5 не полный. В общем, 3, 4,5 было. И сейчас вот где-то вот, ну, 2,3, вот так даже 2,5 осталось. Она такая гелеобразная и напоминает по консистенции чуть более жидкую вариацию тоника Церафавит от Либродерм, вот тот, который тоже в голубом флакончике. Я на него отзыв писала. На этот только ещё собираюсь написать. В общем, очень классная сыворотка. Вот именно такую я советую. Если вы у меня смотрели обзорную распаковку вот этих сывороток, я ещё не смонтировала видео, где я их делю там, вот эти 3 не подошли, а это вау. То вот это вау. Это советую, если у вас тип кожи смешанного, типа вот жирный лоб, золотая и сухие щёки вообще. И жирная, я так поняла, кожа она подходит, и сухая, и смешанного типа. А вот эти 3 нет. У меня тут пенка, батавика, снежный очищающий муст, макияж и очищение. Макияж она ни хрена не смывает, но очищает. Ну, для умывалки хорошо сойдёт. Я её использую как умывалку. И вот она у меня снова будет. И, кстати, у меня тоже был отзыв. У меня тут список будет большой. Так, гель для душа, Avon Senses. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Романтический рассвет крем. Гель для душа с ароматом розы и амбрии, натуральными экстрактами. Упаковка подходит для переработки. Он, скорее всего, будет как гель для душа. Но, может быть, я его буду использовать, переставив дозатор с другого геля для душа. А дозатор вообще от жидкого мыла и всё это от Лёлечки. И он у меня будет как жидкое мыло. Вот. Такс. Чувени. У меня тут зубная паста. Я на неё оставляла отзыв на Арик. Может, даже шорсти посвящала, уже не помню. Наверное, посвящала. Это крымские травы без фтора, биоактивная зубная паста, аквабиолисмическо-стелепной грязью с Агкского озера. Хорошая, но жидковатая зубная паста. Экономичная довольно. И она у меня будет использоваться в следующем месяце. Я тут что-то снова, ну, как у меня был указан, но я то им пользовалась, то нет. А тут решила отбелить свои наполовину, на три четверти молочные зубы. Молочные зубы же не виноваты, что не молочные. Они тоже хотят быть белыми. Короче, White Global, точнее Global White, экстра отбеливающая, поласкиватель для полостирта, удаление налёта, древесный уголь, икс или то, вкусосвязывающий хуи. Насчёт хуи не знаю, но там очень мятный такой вкус. Я так и не поняла, надо его разводить. Или, наверное, не надо. Ну, как бы глотнул, прополоскал, тут менее... Его 15 секунд надо всё лишь полоскать, чем вот тот, что у меня там был в шорсе в каком-то, этот от лесного бальзама, там чуть подольше надо было прополоскать рот. Но там можно было после еды, а тут, по-моему, только утром и вечером. Ну, короче, в общем, не менее двух раз. Такая угольная штуковина. Я потом на него оставлю отзыв тоже. Но отзыва пока нет. Вот на это счастье я тоже потом оставлю отзыв. Так сказать, неплохой крем для кожи вокруг глаз и носокубной зуды. Насчёт вот этого я вообще не поняла. Но вот он заявлен, как убирает морщины здесь и здесь. Здесь у меня нет, здесь у меня чуть-чуть намёки такие на морщины. Ничего он не убирает, но увлажняет неплохо. Такой средненький кремушек, проходной вариант. Закончится больше не буду покупать, повторять не буду, но так неплохой. Гель бустель для кожи вокруг глаз и носокубной зоны. Утром и вечером нанесите на чистую кожу. Бла-бла-бла. Ну, короче, я вот, когда им тут пользовалась регулярно так. А когда сначала вот этот ролик, а его вечером. Или наоборот. Неплохой, в общем, вариант кремиком. Но то, что там заявлено, он не делает. Это мой самопальный спрей. Дезик. Эфирное масло. Я уже не помню кто. У меня тут еще гелик. Я изначально его достала. Потом вспомнила, что у меня еще есть маленькие мылки. У меня еще есть где-то мыло. Надо найти. Куда-то его сунулось. Все-таки мне дарили на какой-то там Новый год. 8 марта, уфиг знает. От Савандри. Это у нас Фиерико Фаберлик Сенсуэль. Парфюмированный гель для душа. Это подарок от подписчицы Лелечки. Она мне такой дарила уже раза два или три. Ну, короче, очень нравится мне аромат. У меня духи такие даже были. В общем, он будет использоваться в следующем месяце. Тоник, что вызывает папа боли у Виктории. Есть такая Виктория, которой очень не нравлюсь я. Я думала, что она просто цундра и хочет подружиться со мной таким образом. Но на самом деле она просто... Просто я ей не нравлюсь. Короче, я сегодня им пользовалась. Единственный минус. Я вот только сейчас поняла, что он наклонишь и он капает. Уэйна планшет накапала. Короче говоря, это Don't Touch My Skin. Тоник с Ахайли, а нахрен знает кислотами. Кто знает, как правильно произносится Ахайли? Анна, дайте мне звать в комменты. Я писала на него отзыв, который вызвал много антальных спазмов у одной дамы в комментах. Как бы так протереть планшет-то? Ладно, тут это защитная пленочка. Так, у меня тут очень классный скрабик отшелушивающий для лица и губ от Bitex. От подписчицы Леночки, которая живет во Франции. Но, видимо, иногда бывает в Минске. Короче говоря, я делала тоже ему отзыв на Айрик восторженный. Он мне очень нравится, очень классный. Но, правда, из-за того, что у меня в последнее время пальцы рук были травмированы, я его, я пользовалась в основном пенкой. Но снова вот заживет все, и снова им буду пользоваться. Я его использую каждый день, утром, либо вечером. Так, у меня тут спрей будет, базе. От спутывающихся волос. Ну, в общем, спрей. Я ему тоже оставляла отзыв на Айрик. Баррикада ссылочек на Айрик. Всех, кто пройдет посылочков и прочитает отзывы, если еще не проходила, не прочитал, я вам шлю лучей добра и благодарности. Короче, у меня тут пена Айвен, сладкие сны от Лелечки. Я каплю ее капала в эту свою ванну, потому что у меня там были еще какие-то другие имитации пены для ванн. Ну, и в основе-то я просто в марте наконец-то поняла ванну. С пеной, с сывороткой молочной, козьей и коровьей. Причем от коровы домашней, а не покупной. Ну, в смысле, не магазинной. Там куча всего такого было. С солью, вот оно. Но у меня будет на следующий месяц. Последние две вещи. Я не помню, дело ей обзор или нет, но отзыв на Арики есть. Это Аминус, Бодибаттер, питательный крем для тела. Я буду его использовать как крем для тела и как крем для ног, потому что крема для ног у меня нет, чисто вот крема для ног. У меня, конечно, там еще есть одна баночка органитичен, вот такая в пустых баночках, а такая еще полная есть, это подарок от подписчицы Полиночки. Но я что-то тут увидела этот крем, вспомнила, что он обалденный. Вкусно пахнет. Правда, там крышечка еще другая, но все равно чуть-чуть аромат чувствуется. Ну и да, на него есть отзыв на Арики. Но это счастье нет, к счастью, отзыва на Арики. Вы знаете, что у меня волосы падали, но они больше, фу-фу-тук-тук, в таком количестве уже не падают вообще. И получается так, что я немножко пользовалась тем шампунем, который с перцем, но у меня стабильные лапки были ранены, благодаря кошке. Потом у меня что-то так получается, что мне надо побыстрее и ждать 3-5 минут сначала шампунь, потом бальзам от вот этих самых крымских трав. А, ну это формула вашего здоровья сакси и грязи. От сакси и грязи мне некогда, поэтому они у меня тоже идут как бы в запасы. Может быть, я их буду пользоваться в апреле, но они как бы не заявлены. И если буду, закончатся будут в пустых баночках. Поэтому я в последнее время пользуюсь этим шампунем от Севеля. Первый раз он очень классно мне не спутывает волосы. Сегодня я поняла, что когда волосы, ну, только что вот вытер их полотенцем и сразу расчесал, тогда они не спутались. А если забыл сразу расчесать, то надо использовать вот этот спрей. Поэтому они у меня оба будут использоваться. И мне сегодня пришлось, ну, понимаешь, что я не могу их расчесать. Спреем, брызгую, понимаешь, что как-то это... Плюнула, я пошла, окатила волосы, чтобы проверить, права ли я. Ну, и поняла, что надо их сразу мокрые, значит, расчесывать после того, как вытершим полотенцем, а не подождать там. Смотришь, и они уже высадили. Кстати, они довольно быстро сохнут. Я сегодня заметила, в тот момент, когда я решила их расчесать, уже нахрен спутанные. Они высохли как-то быстро. В общем, хороший шампунь, он почти не спутывает волосы. Пахнет. Единственное, что он очень сильно так унисексово пахнет. И я, допустим, хочу чем-то другим пахнуть. Какими-то другими духами. Но с ним хрен это будет. Он очень долго сохраняется этот аромат на волосах. Ну, неплохой. Его там 2-3 дозатора достаточно. Единственное, тут такой минус я заметила. Вот здесь вот, ну, иногда скапливается этот шампунь. Ладно, тут какая-то, блин, мне на брюшки новые, которые я тут в шкафу обнаружила. Хрен знает, откуда они у меня. Я про них забыла. Капнула вода. Надеюсь, они высохнут, они еще это. Такие вельветовые, внезапно. Короче, в общем, вот мой уход. Я надеюсь, ничего не забыла на этот самый. На апрель этого года, 2024. Если вы чем-то таким пользуетесь, или хотите мне что-то посоветовать, поделитесь со мной в комментариях. Я постараюсь поставить вам сердечко. Либо, если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Если я что-то обещала, но никак не запишу. Можете мне напомнить. Я просто могла забыть. Если хотите поддержать канал, где-то будет тубличка. Тут там хрен знает. Ну и это как бы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok